В этой части вы узнаете о том, кто виноват в том, что фильмов по Вархаммеру не будет. Тот, кто задает вопрос, глупец в течение пяти минут. Тот, кто его не задает, глупец всю свою жизнь. Китайская поговорка. Тот, кто его не задает. А вообще, в душе каждого Вархаммеровца есть желание, чтобы действия, происходящие в этой пафосной вселенной, были экранизированы, показаны обществу. Проиллюстрировать им, что Вархаммер 40 тысяч это не просто игрушка, а мир, который дает дороги для размышления и пути для полета фантазии. Ее не будет. Мир такой. Но можно попытаться, написав авторам Вархаммер 40 тысяч и режиссерам самых известных фантазических фильмов, собрать петицию. Либо убедить их, что это не только озарит разум зрителей, но и принесет громадную прибыль. Неважно как, нам нужен только фильм. Доброго времени суток. Я с автор проекта Историум ТВ, отвечающий за тексты. И сейчас вы услышите мое личное мнение по заданному вопросу. Изначально оно не должно было быть излишне длинным, но Серафим, наш ведущий проекта, предложил сделать этот выпуск легким аперитивом между двумя видео серии АОФТ. Поэтому, если вы вдруг, вопреки описанию и превью, ожидаете обыкновенных вопросов-ответов по бэку, то напрасно. Я же перейду к любимой теме фильмов вообще и по Вархаммеру в частности. Это очень больная для меня тема. Вархаммер, особенно сорокатысячник, это просто кладезь возможностей, особенно учитывая, сколь низкокачественными являются нынче большая часть так называемых блокбастеров. Начнем с того, что сеттинг Вархаммера позволяет показать одновременно космические и наземные бои, на чем удачно сыграли, например, фильмы серии «Звездные войны» и «Звездный же путь». Переход от космических боев к наземным определенно разнообразит визуальную часть фильма. Плюс сюжет, одновременно и неглупый, и ведущий по зрелищным сражениям, будет сделать определенно легче. Вдобавок к этому, разнообразие молота войны позволяет показать одновременно и так называемую «грязную войну», и супергероику, и битвы гигантских машин на пару с огромными человекоподобными боевыми роботами. То есть кровь и пот обыкновенных солдат будет соседствовать со сверхлюдьми, которые убивают простых смертных, словно постят пшеницу, и битвы левиафанов, для которых люди лишь мошка, и даже боевые танки не более чем камень-ботинки. Немного неудобно, но не более. Грамотный переход между этими составляющими вместе с нетривиальной работой камеры и звука позволит подарить практически нескончаемый, но не скучный и не утомляющий экшен, а это для Вархаммера очень важно. Конечно, у меня в голове даже были конкретные идеи, но три сотни миллионов долларов что-то никто мне на фильм занести не хочет. В текстовом же варианте, пусть даже сопряженном с аудиовизуальной составляющей, действуют все же другие законы, так что едва ли получится использовать те наработки в рамках проекта Историум ТВ. Но вероятность появления фильма по Вархаммеру стремится к нулю, об этом можно заявить прямо. Возможно, конечно, низкобюджетная поделка или еще один мультфильм уровня ультрамаринов, но не полноценный блокбастер. К сожалению, для полноценного воплощения мира Вархаммер нужен полнобюджетный фильм, стоимостью в районе 200 миллионов, если не больше. И лучше даже не один, а трилогия или вроде того. При этом Вархаммер будет не Вархаммером без крови и жестокости. И не будет фильмов Вархаммеру именно потому, что у блокбастера с рейтингом R этого года, которые по совместительству являются лучшими блокбастерами сезона, Кингсман Секретная Служба и Безумный Макс Дорога Ярости, едва отбились в прокате. Кингсман, конечно, не едва, но лишь за счет довольно скромного производственного бюджета. В то же самое время, менее качественные и куда менее интересные так называемые блокбастеры с рейтингом PG-13 спокойно приносили миллиарды. Сейчас время, когда экранизировать детские игрушки в разы выгоднее, чем создавать фильмы для взрослых. Продукция для детей была популярна всегда, но сейчас даже многим взрослым больше нравится смотреть на невразумительные мильзершения роботов, чем на жесткий и бескомпромиссный экшен, где камера не имеет привычки стыдливо терять фокус во время демонстрации даже чуточку жестоких моментов. И правда кто-нибудь надеется, что инвестор имеет сотни миллионов в кармане, вложит их в проект с рейтингом R, который даже не вспомню когда, последний раз зарабатывали хотя бы половину миллиарда. Не надо останавливать видео, чтобы поискать информацию в интернете, его я поискал за вас. Последним фильмом со взрослым рейтингом, собравшим больше полумиллиарда в прокате, был третий лишний 2012 года выпуска. Согласитесь, его жанр немного отличается от того, которым потенциально может выступить 40 тысячи. К примеру, в следующем году нас ждет очередная экранизация взрослых комиксов, чьи предшественники, кстати, по большей части проваливались в прокате, даже имея не самый раздутый бюджет. Однако, судя по трейлеру, слогану и кадрам, новинка также не выглядит особо дорогой и, очевидно, хочет выехать на безумные потарсти как главного героя, так и видеоряда, смакуя все запретные в рейтинге 13 плюс темы, как самоцель. Вархаммер же все же не может просто дешево паразитировать на взрослых темах и не может быть комедийным боевиком, равно как и не может взывать к ностальгии, как это делали неудержимые, чей бюджет опять-таки недостаточен для полноценного воплощения Вархаммера. Собственно, о чем вообще говорить? Лишь около пяти фильмов с рейтингом R за всю историю кинематографа сумели одолеть полумиллиардный рубеж по сборам. А если выкинуть из списка комедии и совсем уж древнего второго Терминатора, во времена которого дети еще вполне могли попадать на такие сеансы, останется только легендарная Матрица и одиозные страсти Христова. Как вы думаете, сколько найдется инвесторов, готовых рисковать суммой со семью нулями, надеясь повторить успех фильма Матрица перезагрузки? На мой взгляд, единственный реальный шанс получить Вархаммер в кино – собрать на краудфандинге десятки миллионов, что может побудить серьезный инвестор разделить финансовые риски с фанатами и покажет, насколько готова платить аудитория заинтересована в проекте. Но это тоже маловероятно по очевидным причинам. Однако не все так плохо. Вслед за превращением коммерческого кинематографа в конвейер фильмов для школьников и их родителей, индустрия сериалов подхватила чаяния части людей, жадующих взрослого зрелища. Некоторые сериалы стали просто паразитировать на чернухе и сексе, забыв о чувстве меры и художественной составляющей. Впрочем, все же не все. В то же самое время сериалы начали привлекать серьезные бюджеты, пускай распределенные на целый сезон, а не сжатые на один фильм. А профиозом этого, разумеется, стал настоящий детектив, срепетированный, сыгранный и снятый на уровне недоступном современному массовому кинематографу. Сценарий, правда, название идеального не тянет. Несколько сцен вышепомянутого секса вставлены непонятно ради чего и вообще придраться есть к чему, но все же это очевидный шаг вперед. И этим можно воспользоваться. Сериал по Вархаммеру гипотетически возможен. К примеру, у меня самого были идеи сериала по арбитрам, где их непререкаемое следование закону будет разбавлена властью инквизитора и противоречивой командой, которую он навяжет законникам. Можно сказать, что это будет перенесенная на экран серия приключений ролевой игры «Темная ересь». Есть еще одна форма, в которой может реализоваться Вархаммер. Мультфильм. Только не низковиджетное 3D, а то, чем нас радует Warner Brothers в рамках вселенной DC Comics. Эти мультфильмы стоят недорого, смотрятся прекрасно и способны окупиться, опираясь на один лишь фэндом. И как нам давно доказали, мультипликация вполне может быть взрослой, брутальной и кровавой. В общем, как-то так. Такой у меня взгляд на будущее Вархаммера на кино и телеэкране. Ваше же мнение пишите в комментариях. Итак, про эфемерные материи я уже рассказал, давайте же вспомним прошлое и заглянем в ближайшее будущее. Если поискать в интернете фильмы по Вархаммеру, то увидят несколько интересных результатов. Во-первых, это сделанный в Германии фанатский игровой фильм «Дамнатус» с «The Enemy Within», который я не хочу особо комментировать, ибо я его целиком так и не посмотрел, а Серафим поздно предложил расширить этот вопрос до отдельного видео, и нагнать упущенное я уже не успевал. А вообще это фанатское творчество, причем древнее, и оно по очевидным причинам сделано с любовью, но без должного качества. Во-вторых, это, конечно, фильм 2010 года «Ультрамарины». Про этот фильм уже было сказано много. У меня даже есть знакомый, который ради обзора этой феерии заводил канал на ютубе еще в бородатом году. Фильм ждали. Ранние концепты радовали глаз, авторам сценария к проекту приписали самого Дэна Абнета, самого коммерчески успешного автора книг по 40-тысячнику. Да и в целом это было то, что так давно хотели и ждали, и судя по поднятому вопросу, из-за которого я получил возможность так долго перед вами распинаться, ждут до сих пор. Но потом нам показали странные виды концепты самих десантников, начали текать подробности сюжета, и, наконец, грянул сам фильм. Некоторые считают фильм ужасным, но, на мой взгляд, его рейтинг 5,7 баллов из 10 на МДБ лучше отражает реальное положение дел. Он просто плохой, и ужасно её делает, прежде всего, то, какие невероятные возможности и потенциал он смог выкинуть в трубу. Начнём с сюжета. Фильм смог мастерски подчеркнуть и даже приумножить слабости писательского таланта Абнета, подарив нам глупых главных героев и претенциозный, но слабо адекватный сюжет с предсказуемыми вот это поворотами. Хорошо ещё плодить сущности не дал хронометраж. При этом сильной стороне писательского таланта Абнета, умению создавать интересных персонажей, за которых переживаешь порой, несмотря на дикую хрень, имитворимую, развернуться не дали. Ультрамарина на пару с имперскими кулаками невыразительны и составляют с ностальгией вспоминать Гэбриэда Энджелоса или хотя бы Капитана Тита. Но самый главный грех сюжета картины лежит скорее не на самом Абнете, а на скудном бюджете и слабой технической составляющей проекта. Ужать вселенную, известную своими циклопическими побоищами, дожалку в отряда и лэндспидера, это пощёчина всем фанатам вселенной. Мы упростили локальный конфликт, если бы он был умело обоснован и встроен в сюжет, но здесь же танк космодесанта командует ротой, беспричинно ужатой в 10 раз. И да, визуальная составляющая оказалась скровенно скудной, даже не беря в расчёт эпическую битву вселенной 10 только война, в которой от силы участвует сотня человек. Ну и собственно сами десантики. Не то чтобы их модели и анимации были совсем уж плохи, но эпичности и завершённости им явно не доставало. А ведь это символ всего Вархаммера. Впрочем, не всё так уж ужасно. Авторам не хватало денег и умений, но они явно пытались. Можно долго хаять фильм, но регулярное появление гифок с экшеном из фильма в различных группах по Вархаммеру свидетельствует о том, что ему есть что показать. Как минимум на фоне совсем уж беззубого современного массового кинематографа. Да и камера местами выдавала интересный ракурс. На мой взгляд, даже такой фильм лучше, чем вообще ничего. По крайней мере, десантка Хаоса за время повествования погибла примерно в четверо больше, чем лоялистов. Я считал. Третьим же по списку идёт фильм, выросший на явлении мира ультрамаринов и на том, что официальный фильм не оправдал ожидания. Это фильм Lord Inquisitor. На самом деле, главное достижение этого проекта в том, что он показал, что желания, умения, возможностей и благословления Games Workshop недостаточно, чтобы сделать большой, качественный проект. На данный момент сроки релиза этой 40-минутной короткометражки двинулись аж на 2017 год, что объявляет создавшую ультрамаринов студию Codex Pictures, явно показывая, что сделать действительно крутой фильм в ограниченных рамках они просто не могли. Тем более, что визуально составляющая Lord Inquisitor тоже, вопреки и чаянием, не идеальна. Будет ли фильм хорошим? Надеюсь, да. Неплохим. С любовью, выпестовываемой фанатами и не разменивая качество на скорость, он метит приятные исключения, но мы прекрасно знаем, что даже это не гарантия качества. Так что давайте не ожидать от фильма излишне много, дабы не разочароваться. На этом, пожалуй, стоит закруглиться. Понравились ли вам ультрамарины и что вы ждете от Lord Inquisitor также пишите в комментарии. Спасибо за просмотр, живите долго и процветайте. Свои вопросы по вселенной Молота Войны оставляйте в комментариях к выпуску и соответствующей теме в нашей группе ВКонтакте, ведь именно от наличия интересных вопросов зависит появление новых видео этой серии. Подписывайтесь на канал и заходите на warhammergames.ru где вы можете скачать книги, кодексы, файлы для игр по вселенной, а также ознакомиться со свежими новостями. Мрачной тьме далекого будущего есть только война.